Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Рост безработицы в регионе пока не фиксируется. В службе занятости на одного из соискателя приходится две вакансии. Но при этом они могут не соответствовать запросам людей. Под риском увольнения или перевода на режим неполного рабочего дня 2000 человек на 67 предприятиях, предоставивших такие сведения в службу занятости. Как поясняют чиновники, это не связано с текущей политической ситуацией и было известно еще в январе-феврале. Программа Экономика. Кировчане не останутся без борщевого набора. Картофель, капуста, лук, морковь и свекла есть во всех торговых сетях, как и местная молочная и мясная продукция. Об этом доложил кировскому правительству министр сельского хозяйства Алексей Котличков. Молока в регионе столько, что хватит не только на всех кировчан, но и на целый регион чуть поменьше. Обеспеченность, по данным чиновников, 185%. Какова обеспеченность мясом яйцами, не сообщается. Правительство приводит цифры лишь по количеству за 2021 год. Так было произведено скота и птицей почти 80 тысяч тонн, что на 12% больше, чем в 2020 году. Почти на такой же процент увеличилось производство свинины. Заплатить налоги за кировчан могут другие люди. Разъяснение в связи с большим числом вопросов по этой теме опубликовало Кировское управление Федеральной налоговой службы. Чтобы за налогоплательщика заплатил кто-то другой, нужно указать в платежных документах ИНН и КПП физического лица, ИП или юрлица, за которого уплачивается налог. Иначе деньги будут уплачены в счет того, кто их вносит и вписывает свои данные в поле «Плательщик». Заплатить за третье лицо можно любые налоги, кроме НДФЛ за налогового агента. У налогоплательщика в случае ошибки будет три года, чтобы подать заявление об уточнении платежа. В прошлом году налоговые органы Кировской области провели уточнение 130 тысяч платежных документов более чем на 1 миллиард рублей. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ НДФЛ 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 Продолжение следует...